Здравствуйте, с вами Мастер Спорт, а программа о спорте, физкультуре и здоровом образе жизни. Мастер Спорт расскажет и покажет про спорт то, о чем вы даже не догадывались. Я Сергей Кизоркин, обещаю, будет интересно. Бенди. В нашей стране этот вид спорта знают как русский хоккей. Гонять клюшками мяч по льду у нас начали еще в 10 веке. И в разных регионах эту игру называли по-разному. Клюшкование, клюшки на льду, загон, юла, погоня, шарение и котел. Какой он русский хоккей сегодня, мастеру спорта расскажут тренеры команды «Медведи» Александр Егоров и Андрей Потапов. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, начнем, наверное, с истории русского хоккея в нашем регионе. В 1935 году в первые матчи состоялись лицеистов и команда железнодорожников. Играли на водоемах, потому что стадионы еще тогда не заливались. После этих матчей обратились к губернатору. И уже команду определили на стадион «Динамо». Вот отсюда начинается история команды «Динамо» с 1942 года, то есть официально. То есть во время войны играли? Да, да, во время войны. И так сложилось, что вплотную связано с историей «Крылья Советов». Если не ошибаюсь, то в это же время и родилась команда «Крылья Советов». Играли также воспитанники «Крылья Советов», играли летом в футбол, зимой брали клюшки. И как для ОФП, и также интерес был, была объединенная федерация, она называлась федерация хоккей с мячом и футбола, потому что у нас суровый климат, зима, полей нет очищенных под футбол, поэтому играли в хоккей с мячом зимой. Это друг другу не мешало? Нет, наоборот, поля похожи, 110 метров 90 в длину для хоккея с мячом заливается, 50-70 в ширину, ворота поменьше, 3,6 они в длину, УФП, как УФП, очень отлично. А количество игроков на площадке? Количество игроков одинаковое, как в футболе, 10 полевых и 1 вратарь. Правила очень на самом деле похожи, связаны с тем, что спорт зародился в Англии, назывался он Бензи, придумали англичане в 1886 году в далеком, но в итоге они отказались и не стали промотировать, развивать этот вид спорта. Что-то у них не пошло, ну потому что они наткнулись на футбол и сравнивали, решили, наверное, остановиться на футболе. Ну да, у них чаще дожди, у нас чаще морозы. Да, 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 потому что это ближе к нам, поэтому он называется русский хоккей с мячом. История русского хоккея, начиная с 1913 года, тут 100 лет было недавно русскому хоккей с мячом. Что в Самаре сказать, в 60-е, 70-е годы очень было много команд, было три лиги. Была первая лига, где играли такие команды, как Труд, которая впоследствии команда Подшипник была. Также команда Маяк, они вот играли в первой лиге, между ними проводился чемпионат, еще там было много команд сильных. В второй лиге играли, кто не попадал, естественно, в первую лигу. В третьей лиге играли такие любительские, больше команды, которые при заводах были. Железнодорожники, транспортники. То есть, была женская лига также, женщин очень много играла. Не может быть. Да, может быть. Если спросить людей, которые лет 70, они помнят, что проходили такие чемпионаты, и при каждом заводе была своя команда. А история современного русского хоккея в Самаре какая? История, давайте, наверное, начнем с стадиона Торпеда, где мы сами выросли, как хоккеисты. Наш, хотим благодарность передать нашему тренеру Максиму Алексею Петровичу. Он воспитал очень много ребят, которые играли за юношескую сборную. Мы играли в одной команде, за юношескую команду «Подшипник» Самара. Но мы как бы попали с Андреем на закат на 90-е годы. Вы сами понимаете, команда вылетела, отказалась играть в высшей лиге, подшипниковый завод развалился, денег не выделялось. После этого Долгов Владимир Алексеевич решил возродить это все, взять в свои руки. Он уже перешел в команду ЦСКА в ОВС, сделал под их эгидой. Играла команда в первой лиге, в области играла. И я успел за него поиграть. Я помню, недавно совсем, может быть, уже время-то быстро летит, лет пять назад была команда, она Динамо играла. Да, Динамо была команда, пробовали в первой лиге, начинали играть в 2013 году. Опять же, все с финансированием связано, очень плохое финансирование. Лед очень дорого залезть, стоит качественный лед. Поэтому команда сняла свою кандидатуру и отказалась в дальнейшем выступлении. Сейчас мы играем в чемпионате области. Вот недавно прошел турнир, мы играли на «Кристалле», это в мини-хоккей мы играли, потому что больших полей еще нет пока. Но вы сейчас про взрослые команды играете? Про взрослые, да, команды. И сколько сейчас в области команд? Если вы говорили, что раньше только в Самаре были десятки команд. Да, 13 команд или 12. А сейчас по области? Сейчас по области, то есть приехал, кто помнит этот вид спорта, кто, как говорится, умеет держать клюшку, не забыл, как кататься на коньках. Если не ошибаюсь, 7 команд было, да? 7, Новокуйбыш, Сыгры. Чапаевск, Октябрь. От Самары две команды. Салют, Динамо. Ну и как турнир закончился? Турнир закончился, победили «Нефтяник», Новокуйбыш, команда сыгранная, у них все есть возможности, у них большой стадион занимается, освещение, финансирование, они заняли первое место. Второе место «Тольятти», ребята тоже сыгранные, они в шайбу играют, в океи с мячом. Третье место «Динамо», и четвертое место «Салют», бывшая команда «Салют», которая на мехзаводе базировалась. Кстати, хочется вспомнить про мехзавод, такого человека, как Евгений Горбачев, он пятикратный чемпион мира по хоккею с мячом, это то есть наш земляк с мехзавода, сейчас он в Москве живет. Ну и давайте уже перейдем ближе к хоккею, вы принесли коньки, вроде похожие, но совсем другие, а уж о клюшках надо, наверное, поподробнее, вот четыре разных клюшки у вас. Давайте с коньков начнем. Ну, коньки, в принципе, как и шайбовые, только они различаются по защите, плюс лезви более конькобежным, как бы чтобы на дальней дистанции, поле так как большое, немаленькое, вот такие вот конечки, ну и облегченные они. А почему нет вот сзади язычка? Ну, язычок в хоккею, чтобы шайба, во-первых, не попадала, а здесь, как бы вся игра проходит передом, лицом к мячу, нет такого, чтобы задом куда-то кто-то убегал от него. И поэтому такие вот и носы обрезают, чтобы нога боли была и влево-вправо ходила, не надо ни зажаться никакой, вот в принципе. Дорогого стоят такие ботинки? Ну, дешевле, чем, конечно, шайба. Ну, смотря какие. Есть, а начинаются они от 10 тысяч и заканчивают 35. Надолго хватает? Ну, в принципе, надолго. Ну, лет на 5 точно хватит, смотря как игра, как относиться тоже к нему. Беречь. Все-таки. Дальше, по экипировке, чем-то отличается от шайбы? Ну, во-первых, нагрудника нет. Во-первых, все щитки облегченные. Как бы. Ну, шлем. Вместо баллонов у нас бриджи, потому что они закрывают полностью щитки. Играем в основном на открытых площадках, чтобы ветер не поддувал, то есть, чтобы не мерз игрок. Ну, естественно, они легче. Там защиты такой нет. Все-таки это не шайба, это мячик. Он и весит меньше, и скорость у него поменьше. Вся игра, повторюсь, строится на технику. Вот в чем зрелищность. То, что большая скорость. Человек может, игрок может раскатиться от своих ворот, обыграть один всю команду. Это был «Русский хоккей» на телеканале «Самара ГИС» в программе «Мастер спорта». Я, Сергей Кизоркин, не прощаюсь с вами. Увидимся через неделю вечером без 15.08 или раньше на спортивных площадках Горда Эс. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова